Во время финансового кризиса Европейский Центробанк делал все, чтобы не допустить разорения банков в еврозоне. Для этого было выделено более 1 триллиона евро. Предполагалось, что банки, получившие эти деньги, будут активно выдавать кредиты и поддерживать экономический рост в еврозоне. Но этого не произошло. «Из этой суммы в экономику было вложено немного. Если мы когда-нибудь еще выделим деньги, то хотим быть уверенными, что они пойдут на пользу экономике». Кризис сделал банки недоверчивыми. Они просто боятся выдавать кредиты и предпочитают не трогать выделенные ЕЦВ средства. Европейский Центробанк даже обсуждал возможность введения штрафа за подобную тактику, но от этой меры решили пока отказаться. «У нас есть ряд инструментов, но на сегодня мы не выбрали какой-то конкретный. Мы лишь затронули возможность применения штрафов». Штрафные санкции – один из методов заставить банки снова выдавать кредиты. Другая задача ЕЦБ – контроль над финансовыми институтами. За кризисные годы в еврозоне поняли, если у 17 стран единая валюта, то правила игры в их финансовых секторах не могут слишком различаться. Поэтому один из принципиальных выводов – валютный союз обязательно должен сопровождаться банковским. Первым шагом на пути к этому должен стать единый орган банковского надзора. Он будет контролировать работу финансовых институтов, чтобы предотвратить их банкротство, и продумает четкую процедуру банкротства для тех, кого уже не спасти. Как и штаб-квартира ЕЦБ, банковский надзор будет находиться в немецком Франкфурте на майне. Стройка сейчас здесь идет полным ходом. Новое ведомство начнет свою работу в ноябре 2014-го. То есть осталось чуть меньше года. Карулина Вилике, менеджер по персоналу, отвечает за поиск сотрудников для банковского надзора. В ближайшие месяцы предстоит набрать тысячу финансистов, юристов, айти-консультантов. Сейчас идет поиск десяти топ-менеджеров. Затем будут набраны менеджеры среднего звена, а потом остальные сотрудники. Персонал для нового органа по надзору искали во всех центробанках Европы. Сюда берут только лучших специалистов. Новые сотрудники должны иметь многолетний опыт работы в налоговой инспекции, банках или бизнесе. Мы хотим взять на работу и коллег из частного сектора, а именно из коммерческих банков. Мы делаем ставку на тех, кто знаком с управлением рисками и работал в банках, которые теперь будет контролировать новый орган по надзору. Эти люди знакомы с банковским сектором с другой стороны. Кэрен Шайн – одна из первых сотрудниц Европейского банковского надзора. Вообще-то ее работодателем является ирландский центробанк, который пока временно откомандировал ее во Франкфурт. Здесь Шайн создает систему взносов и сборов. Подробнее рассказать о своей работе Кэрен не может, ведомственная тайна. Но, похоже, работа ей нравится. Ведь речь идет о создании совершенно новой структуры. Это непростая задача. Для некоторых коллег это совершенно новый вид деятельности. Имея опыт работы, я могу внести свой вклад. Мне действительно нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Это отличный опыт. Новое ведомство будет способствовать восстановлению доверия в европейском банковском секторе. И тогда, возможно, банки не надо будет заставлять выполнять свою изначальную функцию – выдавать кредиты.